Что ж, продолжаем нашу серию первых впечатлений, и сейчас у нас на очереди новый, легкий танк седьмого уровня ЛТТБ. Естественно, по традиции он в топе, естественно, я его снарядил, естественно, я еще пока не играл на нем. Нажимаем в бой, проверяем, как он себя будет чувствовать в рандоме. Поехали! Так, первый бой на затерянном храме, мы, естественно, в топе. Все-таки первый бой. Основная задача сейчас просто понять, насколько он себя комфортно чувствует, выявить его плюсы, минусы явные такие. Ну и, естественно, потом уже делать обзор. Это всего лишь первое впечатление, ребят, не путайте. Так можно сказать просто, стоит ли его качать, стоит впариваться или просто проходить, не запариваться. Вой начинает. Так, ну, сразу видно, что КД 5,3 секунды. В принципе, для седьмого уровня это долговато, потому что даже у того Тайпа 4,5 или 4,2, я не помню точно. Т-23, 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 Т-23 быстро, Пантера М10, еще быстрее заряжаем. Ох, смотрите, как мы влетаем красиво. Так, 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 здесь у нас, естественно, никого не будет. скорее всего все поедут туда вы там основная заруба ну мы объедем сбоку немножко а нет вот естественные милька решила попытать счастье да почему кнопка не нажимается уже как который раз за игру вода кальфа 181 это в принципе такой среднячок для седьмого уровня у воинов нету абсолютно это беда ребят у воинов нет и это беда у воинов нету это беда я скажу тебе да а потом канули ничего себе emilia мы укладочку ему спасибо за корму давай мы тебя фугасиком это было пично это было тоже неплохо вот так стреляешь добиваем и давать его тараном красиво ничего себе мы тонканули прям в лобешника лобешника это очень даже неплохо но имя явно что-то там сдался по ходу дела да ребята лттб просто шикарнейший танк оп мы на миг появились оп не пробита плохо делал ну как так то совсем не настреляли фпс проседает что ты на этой карте стал после обновления 36 это вообще показатель унылый унылый ушли в плюс но мы правда ничего не не это самое не расходовали ничего не стреляли так вот первый минус мы нашли да это жесткий жесткая нехватка у внов плюс у него отличная маневренность и мы танканули это вообще на лтшках какая-то сказка просто первый выстрел мили опять-таки долгое к д то есть при полном фарше 5 и 3 ну блин хотя бы не знаю там четыре с половиной сделали бы вот как у тайпа бы было бы когда я был вообще шикардос на тоже ведь это все-таки прокачиваемая техника они премиум она должна быть получше ой смотрите какая маневренность черт дери 70 метров в час ну нихрена себе я лечу просто срывая пространство блин своими вообще катастрофа ребят на лттб их тупо нет еще не такой разброс неприятный нет ты не попадешь друг очень на горочку ногу на всякие ямочки лучше не заезжать точность шикардос на просто офигительная точность ребят и есть попадание ой лттб шикарен мне он нравится ребят не знаю чем но мне очень нравится нравится вот внутри такое чувство есть чтобы прям нравится танк и все тут окей есть пробитие никто не спорит ну что же вы господа так слились нет попал куда-то не туда сведение жесткая конечно так ну чё ребятам в дефе все алю попробуем подкатиться тем более у нас есть для этого все скорость банк добивая я начинаю галману альфу не хотел ух шикарно ребят просто шикарно не знаю нравится мне этот танк чем-то вот необъяснимо прям необъяснимо нравится айтопа на понятно в гуслю ну что же это такое есть попадание прям не везет на сегодня вот не везет бывает такое и главное что смотрите в плюс уходим конечно не в небольшой но тем не менее не в минус это уже радует давайте в последний тогда вот это такой показательный бой сделаем на нашем уровне и будем дальше я как бы смонтирую что уже попадаем к восьмерку ну что проверить насколько лттб себя чувствуешь хорошо с когда он не в топе так у нас здесь стоит просветленка поэтому нам надо обязательно подъезд светануть но быстро набирает скорость вот это его огромное преимущество он прям срывается с места хотя и выглядит так вот еще у него конечно есть минус не очень крупный силуэт ну так то это понятно а чего ребята уезжает что ли странно такая длинная пушка и такой большой разброс это как-то не не это самое не кошерно что ли казалось бы чем длиннее ствол тем он должен быть точнее вспомните пантеру обычно у него такая там пищу лек о вы посмотрите в прицеле как он красный спереди лттб сейчас я вам покажу ух ничего себе у него броня там спереди ребята то есть я танканул это было не случайность офигенно просто офигенно бронированный лтт я такое увижу впервые мы же теперь никогда не будет прежней так там этот т-29 совершенно меня не это самое не радует может не пойти разобраться бронированный лт жесть просто жесть ну что-то добирать успею есть ну все тут уже извин эй брат упс ты будешь со мной драться или с другими не эти не интересен да да как не с фугасиком не фигула все нормально супер дан танк внутри не нравится просто на клеточном уровне в плюс уходим стабильно нормально так ну давайте сейчас попробуем бой надеюсь что он попадет к восьмеркам если нет тогда будет колтовство монтажа теперь можно будет а протестить протестировать этот танк в условиях когда мы на самом самом дне что-то замечательно так у них 2 лт и 1 ст водопад кстати неплохая мысль можно попробовать в этих условиях что-то сделать хотя я думаю вряд ли ух вот это был взлет не они просто заряженные летают как сумасшедшие под 70 километров в час это это просто супер так мы сесть не сумме так никого мы здесь не видим замечательно мне вот есть но из впереди замаячил так засветились в никуда выстрелили да ребят вот еще можно добавить к минусам это блин конечно дичайший разброс о выехал ну чё тигр ты иди ты да разброс дичайший ладно можно подъехать помочь нашей ружки пока не поздно я думаю уже я не помогли все-таки чуть он видим клана хай-квалити темный это паша паша привет ютубы а вот и ты рад был тебя встретить в бою на всякий случай голду на всякий случай голду тоже на снимает для канала так и остался последний у нас прототип где-то он здесь светился мне кажется а вот прям перед ним ну некрасиво видите заманеврить можно вообще неплохо так ух тормознули вот это сейчас был просто супер кадр такой боковой тормоз не больше не хочу я ты засранец как вы видите очень даже неплохо себя чувствует с восьмерками надеюсь может быть следующий бой тоже такой быть показательный хотя в принципе и так все понятно танк реально приятно давайте подведем итог по нему чтобы сложить первое впечатление значит из плюсов у него офигенная маневренность он быстро едет быстро набирает скорость ворочается и башнями ворочается это суперски у него есть спереди броня какая-никакая но она действительно есть и рикошетит и не пробивает это вообще для меня было что-то новое открытие это все-таки легкий танк далее у него ну в принципе в принципе такое довольно таки комфортное орудие ну конечно кд можно было чуть побыстрее сделать ну скорость перезарядки точнее поменьше его сделать вот и мы в принципе в принципе никогда не уходим в минус вот то есть голда нам практически не потряснил я знаю что на всяких защитников и со в третьем да это на и со шестых придется ее заряжать но вот так вот 15 как я это чересчур я думаю десятки вам хватит вполне нет вот такие есть минусы минусы это действительно нереальный разброс такой прям кружок такой хотя при этом она стреляет пушка довольно точно как-то непонятно почему но вот сам прицел он довольно таки широкий то есть разброс есть это раз какой минус я заметил второе это увн и может ему они меня просто взбесили их просто нету поэтому учтите это сразу же и напоследок можно отметить что довольно таки он высокий для лт видите такая у него и башня довольно высокая тушка высокая то есть мы заметны но это в принципе не знаю не особый минус такой но вот это то что я заметил с первых минут игры далее далее конечно ждите обзор где я уже накатая боев 50 там возьму мастера где уже можно будет конкретно поговорить вот ну а пока вот смотрите что есть в принципе я бы его на вашем месте бы оставил довольно таки хороший танк и проходить и продавать его не вижу смысла очень комфортно семерка все спасибо вам за внимание ждите следующий выпуск про нт-25 совсем скоро будет всего доброго